МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня четверг, 26 ноября. В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив» в студии Виктор Малышев. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главных темах выпуска. Формирование городской казны. 24 ноября в Новоуральске состоялись публичные слушания по проекту бюджета Новоуральска на 2021 год. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами четырех новоуральцев. Все они сотрудники Уральского электрохимического комбината. Почти килограмм. Полицейские Новоуральска совместно с представителями здравоохранения уничтожили наркотики массой более 800 граммов. С начала года на территории Окурга произошло 14 ДТП с участием детей. Из них в пяти дорожно-транспортных происшествиях незавершеннолетние получили серьезные травмы. 24 ноября в аварии пострадала 10-летняя девочка. В Свердловской области по данным регионального оперативного штаба на четверг 26 ноября за сутки выявлен 391 факт заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов в регионе достигло 44 775. Большая часть этих граждан или 36 975 жителей региона уже выписались из больниц, а за последние сутки справились с болезнью 395 уральцев. В Новоуральском городском округе за последние сутки зафиксировано еще 68 подтвержденных случаев COVID-19. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находится 239 взрослых. В целом по России за сутки зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости. Это 25 487 случаев. В рамках бюджетного процесса по формированию финансовой стратегии Новоуральского городского округа на 2021 год и плановый трехлетний период в Новоуральске состоялись публичные слушания. Руководители городских общественных объединений, директора учреждений и предприятий вносят свои предложения по вопросам выделения средств из городской казны на реализацию социально значимых проектов и мероприятий. Об особенностях формирования основного финансового закона округа в период ограничений, связанных с борьбой с пандемией, цифрах статей доходов и расходов, присутствующей на встрече общественности рассказала Елена Мартемьянова, начальник финансового управления администрации округа. Формирование проекта на 2021 год и плановый период в существенно скорректированной ситуации текущего года вылилось в поиск бюджетного баланса. Пришлось реагировать на новые вызовы, максимально сохраняя приоритеты бюджетной политики, направленные на улучшение жизни в округе, обеспечение устойчивости бюджетной системы и качеством муниципального управления. Бюджет на 2021 год составит 4 миллиарда 304 миллиона рублей. Основная его часть, более 80%, будет направлена на выполнение социальных обязательств перед жителями. Это касается развития сферы образования, культуры и спорта. Также в проекте заложены средства на формирование современной городской среды, в том числе 50 миллионов рублей по соглашению правительства Свердловской области и госкорпорации «Росатом» направят на благоустройство аллеи молодежи, капитальный ремонт участка быстротока реки Бунарка, благоустройство дворов и скверов на приобретение новой техники для дорожно-коммунальной службы. В ходе публичных слушаний от общественных и ветеранских организаций округа, бизнес-сообщества и дирекций учреждений сферы образования и культуры были высказаны предложения и пожелания по внесению в проект бюджета различных статей расходов, направленных на улучшение качества жизни в городе. В частности, Общественная палата и движение «Наш» на Уральск выразили крайнюю озабоченность с состоянием городских подземных коммуникаций. Они предложили предусмотреть средства на ремонт изношенных трубопроводов водогрейной котельной и муниципального предприятия «Водоканал». Сети давно требуют ремонтов. Ежегодно аварийность увеличивается, и вопрос обновления устаревших коммуникаций необходимо решать комплексно и методично. Основание для этой тревоги самое серьезное. Наверное, впервые за историю Новоральска, только за время ремонтного периода 2020 года было выявлено 120 повреждений на тепловых сетях и тепловодах в жилые дома. 120. Повреждения аварий продолжаются до сей поры. В ноябре уже вот около 10 случаев. Несмотря на совместные усилия и администрации, и думы, и общественности, у «Водоканала» ситуация тоже достаточно напряженная. Вспомним недавнюю аварию на улице Комсомойской, вчерашнюю на улице Уральской. В общем, это все продолжается и очень тревожит. Общественная палата и движение «Наш Новоуральск» выступили с предложением предусмотреть в бюджете на 2021 год 20 миллионов рублей для ремонта особо проблемных участков городских тепломагистралей и 10 миллионов рублей для муниципального предприятия «Водоканал» для продолжения ремонта трубопровода. Ежегодно мы относили на завтра ремонт тепломагистралей по сути характери нашего города. Магистралей тепломагистралей и водоканалов. Это завтра наступило вчера. Подробнее о бюджетном процессе и предложениях общественности расскажем в понедельник в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». К тревожной теме. Быть предельно внимательными на дороге в очередной раз призывают сотрудники ГИБДД всех участников дорожного движения, ведь от этого зависит здоровье горожан. К сожалению, есть случаи, когда участниками ДТП становятся юные новоуральцы, рассказывает Анна Акрамова. Всего с начала года на территории Новоуральского городского округа произошло 14 ДТП с участием детей. Из них в пяти происшествиях несовершеннолетние получили серьезные травмы. 9 из 14 ДТП произошли по вине юных пешеходов, пострадавшим детям от 7 до 12 лет. По статистике инспекторов ГИБДД, чаще всего дети школьного возраста совершают следующие нарушения правил. Переходят дорогу в неположенном месте. Двигаются на велосипеде по проезжей части, не достигнув 14-летия. Проезжают по пешеходному переходу, не спешившись с двухколесного транспорта, а в некоторых случаях и вовсе проезжают на запрещающий красный сигнал светофора. Только в сентябре произошло два дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними велосипедистами. Одно из них на загородном шоссе в сторону санатория «Зеленый мыс», где юный велосипедист двигался во встречном направлении, а другое ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина-Комарова. В этом случае водитель, пересекая перекресток на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на ребенка 2008 года рождения, который выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора, при этом не спешившись. Один из последних случаев на Уральске произошел 24 ноября вечером на Ленина-51. Водитель, управляя автомобилем Рено, допустил наезд на девочку 2010 года рождения, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости с нерегулируемым пешеходным переходом в неположенном месте. Сегодня правилам дорожного движения детей учат, начиная с детского сада. Регулярные занятия проводят и в школах. Однако все же основная задача – воспитать и научить своего ребенка безопасному поведению на дороге – лежит на родителях. Сотрудники ГИБДД рекомендуют мамам и папам еще раз проговорить детям о правилах перехода проезжей части дороги и рассказать ребенку, как избежать дорожных ловушек, то есть ситуации закрытого обзора. Напомнить своему чаду и о поведении около проезжей части и рассказать об опасных участках. Немаловажный фактор – одежда пешехода, особенно в зимний период, когда сумерки наступают рано. Проблема темных пешеходов знакома всем водителям. В условиях сумерек водитель сложнее воспринимает дорожную ситуацию, в отличие от светлого времени суток. А наличие специальных световозвращающих элементов на одежде прохожих – реальная возможность обезопасить пешеходов и сделать их заметными для водителя. Пренебрегать светоотражателями не стоит ни детям, ни взрослым, ведь безопасность на дороге превыше всего. Госавтоинспекция Новоуральска обращается к водителям. Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость, тем более в условиях недостаточной видимости и гололеда. А если дорогу по переходу переходит пешеход, то предоставляйте ему преимущество в движении, останавливая полностью свое транспортное средство. Только обоюдное следование правилам дорожного движения поможет обеспечить общую безопасность. Берегите себя и близких. Анна Акрамова, Новоуральская вещательная компания. 7 ноября сотрудники полиции Новоуральска совместно с представителями здравоохранения уничтожили наркотические средства общей массой 800 граммов. Они являлись вещественными доказательствами по 61 уголовному делу, решение по которым принято в 2020 году. Подробности в следующем сюжете. Представители комиссии провели сверку уничтожаемых наркотических средств, синтетических и растительного происхождения. В результате огнем уничтожены объекты и емкости с остатками зелья, опечатанные конверты с наркотиками, которые изъяты сотрудниками полиции в ходе личных досмотров граждан, осмотров транспортных средств и при проведении обысков. Общая масса уничтоженных наркотиков составила свыше 800 граммов. К сожалению, в Новоуральске, несмотря на то, что город закрытый, уровень преступности, связанный с незаконным оборотом запрещенных препаратов, высокий. 17 ноября уничтожены вещества и тара, где они хранились по 61 уголовному делу. Правоохранители напоминают гражданам, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, лицам, виновным в совершении данных деяний, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Граждан, располагающих любой информацией, будь то функционирование притонов для изготовления и потребления наркотических средств, о лицах, распространяющих наркотики, повлекающие других лиц, в том числе подростков, в потребление, а также в противозаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков, о местах хранения, сбыта и изготовления запретного зелья, в том числе растительного происхождения, просим незамедлительно сообщать в полицию. Телефон дежурной части полиции Новоуральска 48040 45757 102 с любого оператора мобильной связи. Конфиденциальность гарантирована. Возможно, ваш звонок спасет кому-то жизнь и убережет от страшной зависимости от запрещенных препаратов. Дарья Максимкина, Мария Антонова, Новоуральская вещательная компания. В Новоуральске стартует рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Подобное мероприятие в этом году пройдет уже в третий раз. Комиссионно определены семь территорий. Это аллеи трудовой и боевой славы, эспланада в привокзальном районе, сквер имени Белинского, сквер у публичной библиотеки на улице Фрунце, аллея Стахановская и общественная территория на улице Комсомольская в районе торговых центров Елена и территория. При этом жители смогут предложить и свой вариант. Мы готовимся к рейтинговому голосованию, которое будет фактически проходить в декабре. С 1 по 10 декабря будут жители сначала выбирать из семи территорий и предлагать иную, как предложение. Далее комиссия примет решение две или три территории по итогам вот этого обсуждения. Будут выставлены на рейтинговое уже голосование. А вот принять окончательное решение жители смогут уже с 22 по 24 декабря. И к концу года на нашем комиссии мы уже подведем итоги и будем понимать, какая же все-таки территория заслуживает более нашего внимания и будет планироваться благоустройство в первоочередном порядке. Как и где будет организовано голосование, мы дополнительно расскажем в наших следующих эфирах. Указом президента России Владимира Путина 10 жителей Свердловской области удостоены государственных наград. Среди них 4 новоуральца. Это Михаил Денисов, начальник технологического цеха Акционерного общества Уральский электрохимический комбинат. Он награжден медаль в Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Еще 3 новоуральцам присвоена медаль за заслуги в освоении атомной энергии. Это слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка эксплуатации оборудования метрологической службы УХК Валерий Лизунов, слесарь-ремотник участка ремонта газотурбинного оборудования Владимир Никулин и начальник участка переработки радиоактивных отходов химико-металлургического цеха Акционерного общества Уральский электрохимический комбинат Юрий Скасырский. Все эти награды приурочены к 75-летию атомной отрасли России, которые продолжают отмечать в нашей стране. А мы, в свою очередь, продолжаем показывать цикл сюжетов, посвященных этому юбилею. Сегодня расскажем о подготовке кадров, которые будут работать на атомных предприятиях. Она начинается со студенческой скамьи. Крутым айтишником можно стать, не выходя со студенческой скамьи. В Нижнем Новгороде для этого есть все условия. Главный айти-интегратор атомной отрасли компания «Гринатом» запустила уникальную программу стажировки. Она рассчитана на студентов технических специальностей, которые хотят связать свою жизнь с айти-технологиями. При этом большой опыт совсем не обязателен, тебя всему научат. Главное – желание учиться и стать частью большой семьи специалистов. Мы можем со студенческой скамьи людям показывать, как работает большое подразделение по сопровождению и развитию больших инвестиционных систем. Мы можем учить их и вкладывать в них те знания, инвестиции для нас, чтобы, когда они выпустятся, они уже были готовыми специалистами, боевыми единицами, решающими какие-то настоящие живые задачи. Чтобы стать частью программы стажировки «Гринлаб», сначала нужно подать заявку на предстажировку. В этом году участниками стали порядка 200 человек. Затем начинается месячное обучение с поэтапными заданиями, по результатам которого выбираются лучшие студенты, которые получают возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Гринатами» и бок о бок поработать с высококлассными специалистами. Стажировка проходит в режиме обучения на реальных задачах. Они являются полноценными сотрудниками организации и они начинают погружаться уже в боевые задачи, решать их с наставником. И есть ребята, которые уже работают над боевыми задачами, показывают очень хорошие результаты. Игорь Караганов – студент четвертого курса Нижегородского политеха. Он прошел обучение и попал на стажировку в «Гринатам». Впечатление крайне положительное, потому что каждому стажеру предоставляется возможность сталкиваться с реальными задачами. И мне это очень нравится. Человек без опыта работы может попробовать себя, попробовать свои силы. Мне работать в этой компании нравится, и я хотел бы в ней работать. Кстати, статистика показывает, что каждый пятый студент, подавший заявку, проходит программу «Гринлаб» до конца. Новоурельская вещательная компания продолжает нести вахту памяти. Вместе с горожанами мы вспоминаем тех, кто проливал кровь, защищая родину. Стихотворение о героях былых времен читают юные новоуральцы. Георгий Рублев, это было в мае на рассвете. Это было в мае на рассвете. Нарастал у стены стага боев. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба трожан стоял, в голубых глазах застыл испуг, и куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочерку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку. В коротком платье белом осторожно вынес из огня и погладив ласковой ладонь, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Мой прадед рассказывал мне о войне, как в танке сражались, горели в огне, теряли друзей, защищая страну. Победа пришла в 45-м году, вечернее небо победы, салет. Солдаты России наш сон берегут. Я вырасту и детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну. Более трех тысяч имен, которые никогда не будут забыты. Совместный проект НВК и Новоуральского историко-кровеческого музея продолжает очередная страница книги памяти имен тех, кто воевал на фронтах самой кровопролитной войны 20 века. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В пятницу, 27 ноября в 19.30 на телеканале ОТВ смотрите фильм под названием «Под прицелом будущего». А у меня на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих родных и близких и будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА